всем доброе утро я вчера вечером смеялась что носить обгорел на прогулке когда у нас 21 градус прям максимум был он реально обгорел красная полоска была кто не смотрел прошлый влог посмотрите там самом конце я показываю утром я тоже смотрю у него руки просто бордовые а в итоге сегодня я утром замечаю что у меня вот тут точно так же вот по топику тоже все красное я не знаю если смысл нам сейчас это чем-то мазать она вообще не болит не горит ничего такого ну естественно не какой-то там ожог солнечный как у меня например вот здесь покажешь пожалуйста я носил сегодня оператор а там видно что у меня ожог от солнца от загара мне кажется это еще из турции 8 месяцев назад мы там были и до сих пор у меня вот так от ляма как раз светлые полоски а рядом ожог тебе надо так качественно загореть прям прям полностью и загар будет годами не сходить как границу открою хорошо ловлю тебя на слой будем вместе с подписчиками летать ежедневных влогах ты не понимаешь если что это за музыка зачем думаешь подписчики поймут откуда они на не смотрят те блогер которые смотришь ты может и смотри только спорю что они узнают сегодня во влоге сегодня во влоге вот и осмотрел кого-то из блогеров не каждый утром а такая музыка я сижу в 3d и слышу уками видимо она просыпается там что-то красить еще что сделать укладку от этого знаешь они накладывают обычно будет приятно неприятно музыка вот ну вот такую музыку я не скажу что при этом одно и то же вот прям так же как я пою ну у тебя по крайней мере не она просто у них несколько боев это не только отказать еще у карин каспарянс вообще любительница между отелями и тут варится супец уже сейчас буду солить доставать курочку пытаться разделать хотя я очень боюсь вот на косточке что-то разделать я вот еще подготовила лук и морковку помыла водичку так положила это для плова плов думаю носи будет готовить потому что я не умею я могу только по рецепту из мультиварки приготовить мультиварки но если у нас его будет время то он сделает вкусный плов как он обычно делает не знаю что там у меня на голове я буквально за 5 секунд какую-то прическу сделала просто полосы не мешали тем более жара еще суп солю перчу и больше наверное ничего добавлять не буду хотя помню еще вкусно когда на сип кладет суп чеснок так что нарежу мелко чеснок свеженький у нас его много как раз и закину еще в суп еще по-моему лимон можно немножко выжать тоже вкусно в курином бульоне я раньше вообще супы ненавидела прям терпеть не могла вообще никакие супы не ела мне специально родители что-то отдельно на обед готовили потому что они на обед всегда ели суп ну вот только суп и все всегда так было какой-то там плотненький такой наваристый а я вообще никакие супы никогда не ела поэтому для меня отдельное блюдо какое-то было очень часто это было пюре с перетертыми помидорами то есть я помню прямо папа снимал шкурку специально с помидоров и на терке тер заливал мне холодные помидоры в горячее пюре это было супер блюдо можно сыр туда добавить специи какие нибудь ну было прямо очень вкусно я вот это единственное наверное блюдо которое я реально две тарелки съедала так-то я мало ем а вот это пюре просто не знаю я потом на ужин тоже его ела сейчас пытаюсь разделать курочку но опять же вот когда я до косточки дойду мне уже там страшно немножко становится это уже не мое вот я больше по филе по грудке так что тут дальше носит будет помогать мне очень классно что он умеет готовить и вообще не брезгливый в этом плане очень ценю это повезло повезло чуть-чуть поменяла локацию чтобы вам поближе было видно или наоборот сейчас подальше не знаю посмотрим мы сегодня завтракали кашкой овсянкой с голубикой медом и немножко молочка там было я сейчас вставлю вам кадры потому что я снимала но там все без слов было еще я сегодня утром проснулась мы же уже получается просыпаемся уже светло потому что сейчас рассвет наверное часа в четыре уже ночи утра как это назвать не знаю поэтому мы когда просыпаемся уже прям светло уже прям палящие солнечные лучи у нас квартире особенно если мы занавески не полностью закрываем и начнем сразу садиться за компьютер ну точнее он сделал нам кофе как обычно мне в постель принес я просыпаюсь от этого и он садится за компьютер заниматься и мы оба замечаем как его хвостик отражается ну не отражается а тень создает на стене белой это так забавно как будто я не знаю там жучок какой-то бегает мы прям оба резко посмотрели туда на эту тень потом поняли что это его хвостик он прям двигается и там все это так видно у меня кстати наверное такая же сейчас прическа ну ладно я кстати мясо не особо люблю я вот могу кушать вареную курочку и котлетки и возможно фарш например макароны с паршиком баланьезы и так далее это могу кушать остальное просто терпеть не могу для меня наверное самая большая пытка это какой-нибудь стейк съесть прямо типа такой кусок мяса вообще просто не нравится мне вкус не знаю как-то с детства я мало его ела но как видите все хорошо с зубами все хорошо вообще после 18 лет говорят что не обязательно мясо есть но это опять же я свои мысли свои воспоминания говорю так что никого не агитирую просто то что знаю то говорю я кстати сейчас проанализировала на каких влогах вот которые сейчас ежедневно идут больше всего просмотров вы знаете на каких я вообще в шоке на себе сейчас тоже услышать в шоке будет я думала там ну вот влог где на красной площади мы гуляем в 6 утра ну типа это так уникально это наверное все посмотрят все захотят посмотреть а в итоге знаете на каком влоге на каких двух влогах прям значительно больше просмотров чем на других на единственных двух влогах где я весь влог просто дома сижу либо вот просто по району мы прошлись погуляли а везде где мы ездили в центр где я красивые кадры под музыку снимала там просмотров два раза ниже я не знаю с чем это связано возможно вам просто нравится такой душевный домашний формат сегодня тоже мы кое-куда выйдем не хочу вас интриговать просто мы хотим взять краску покрасить уже наконец-то дверь возможно шкаф потом еще там куда-то куда краска останется туда ее нанесем посмотрим хочу светло серую взять но еще с насибом посмотрим там по моему прямо в магазине можно краску добавить и тебе ее перемешают колеровка что ли называется не помню так что раз вы любите такие домашние влоги где я просто болтаю готовлю убираюсь то добро пожаловать сегодня именно такой вечером только уже пойдем по делу все курочку разделала как могла сейчас закину ее и нарежу мелко или даже потру чеснок вот это уже для плова у нас так душно дома это еще утро я не представляю как днем будет и когда снова 30 градусов жары будет как мы будем спасаться она кстати сегодня вентилятор надо достать наверное сейчас прям этим займемся просто чтоб он уже собран и стоял и добавляю в суп вот такую смесь наверное прям всю пачку закину потому что здесь вроде есть картошка я как раз никого картошку посмотрю вот так выглядит смесь в супе и кстати никогда не делаю зажарку все супы вообще вот просто так закидываю для меня просто суп вот из-за того что я раньше никогда не ела для меня суп это всегда какое-то легкое блюдо не знаю прям легкое именно для желудка я не понимаю смысл делать зажарку потому что я вот разница во вкусе не вижу когда-то на масле что-то пожаренное и закинута либо сразу закинута если я понимаю что я могу сделать вот так полезно и это все равно супер вкусно я делаю так не вижу смысла зажарки просто вот что получилось у нас такой одинокий кусочек лавашика маленький и вот такая смесь на себя больше морковки выловила и лук старалась весь сюда положить но все равно мне там что-то попало Копаются в бальку Все прошел Вкусно все А ты куда ушел или это не лук здесь это сельдерей или кабачок мне не важно я все это выковырю Когда слишком голодный Ой вы там наверное ничего не видели Ну ладно мы кушать я уже потом к вам вернусь Надеюсь будет вкусный суп Технология 21 века Я сделала сейчас нам кофе Почему-то мне с молоком захотелось Хотя я с молоком обычно только после пробуждения пью а потом прям крепкий Вот и смотрите я молоко не догрела поэтому прям на глазах лопается вся пенка которую я сделала Если не взбивается это значит что молоко не жирное А вот если так лопается значит не догрета оно Синдер Поиск откроет Так что сейчас будем пить кофеек Буду выкладывать сторис которые засняла А Насим готовит нам плов Я сейчас попытаюсь сделать нормальный пучок У меня никогда в жизни не получалось этого сделать Потому что волосы очень густые и тяжелые Возможно это просто мое оправдание Но у меня никогда не получалось Сто раз я пробовала Вы бы еще видели как сейчас камера у меня держится Так, как я понимаю для начала нужно сделать хвостик И вот не до конца вытащить последнюю штучку В принципе как Насим это делает А что делать вот с этими волосами Я их пыталась раньше вот так закручивать Вот там вообще видно Вот так я закручивала И что и куда их Они у меня такие Ористые Не знаю как Но в общем если я их туда вниз засуду Они вот так вот подержатся А если я вот чуть-чуть похожу То все Я просто не хочу использовать какие-то невидимки Или что-то такое Я знаю что очень многие просто дома ходят с пучком А я не могу ходить с нормальным пучком Я хожу вот с этим хвостиком Ну еще дополнительным к пучку Сейчас будем кофеек пить Потом у меня созвоны с девочками на наставничестве Такие штаны смешные А это у меня несят они Ну ладно Кстати у меня есть кофта от этого комплекта Сейчас я достану и я вам покажу Вот эта кофта Получается это просто рукава И одна завязочка Это вроде как комплект был Но вот сейчас я просто замечаю Что цвета отличаются Возможно потому что топик я чаще ношу Соответственно чаще стираю А вот эту штучку я наверное только в турции носила И все Получается вот так надо висеть И один раз вот тут завязать Получается тут единственная такая вот застежка Веревочка Вот одна только здесь есть Вот и очень классно с белыми или голубыми джинсами Конечно не с этими штанами Но вот так здорово Прикольно Очень женственно мне кажется Прям не знаю Мне кажется мне идет Я когда еще загорелая была Вот не то что сейчас обгорела красненьким А загорела А то прям красиво было Ладно сейчас уже будем кофеек пить Я кстати уже смонтировала ту часть влога Которую вы сейчас уже посмотрели И я там на кухне когда готовлю суп Я там такая горбатая Прям вот так стою Но я на всякий случай вам скажу Это просто потому что я понимала Что я полностью не влезаю там в кадры Я пригибалась Так на самом деле я даже вот когда что-то режу ножом Я всегда с прямой спиной стою Мне очень часто делают комплименты Что я вот так вот всегда хожу Теперь пришло время снимать вас Тут только не сделаешь ради хороших кадров Чтобы вы понимали Вы вот тут держались Штатив вот так вот держал И штатив был оперт об сетку Если бы сетка вот выпала Она спокойно может выпасть То телефон был бы капец Задвигаю обратно И идем пить кофе Зажгла свечку как вы видели Я надеюсь там это было видно Я вообще надеялась что я снимала все это время Я вот из-за того что ежедневные влоги сейчас делаю Я замечаю что я снимаю то что мне самой нравится То есть я понимаю с одной стороны я думаю типа блин Целый влог я просто сижу в одной комнате Они смотрят как я болтаю Просто смотрят как я убираюсь Кому это может быть интересно А потом понимаю что все блогеры Которых я прям сердечно люблю и регулярно смотрю Они делают все то же самое То есть получается я снимаю то что мне самой нравится То есть ничего не придумываю Просто у меня такой диссонанс опять же в голове возникает Что я вроде бы занимаюсь повседневными делами Такими как и вы То есть я уверена что вы так же готовите Убираетесь Возможно у нас даже комнаты и квартиры похожи Но при этом Вы почему-то смотрите меня Просто мысли возможно мои интересные Что-то я комментирую Не знаю это так классно Просто осознавать что вот есть там Огромное количество людей Я понимаю что у меня сейчас там не супер огромные просмотры Но это по сравнению с кем-то А в целом у меня довольно большие цифры И считаю то что я вообще никак не рекламировала этот канал Потому что даже вот я всегда привожу в примере На всех блогерских курсах В этот пример вы слышите Вот кто-то говорит что охваты в сторис там всего 80 человек Типа вот это всего это очень мало Я ничего там продавать не могу В сторис нет смысла снимать Никто не смотрит Я говорю в смысле никто 80 человек Ты представь поместится ли 80 человек в одну комнату Возможно вы слышали уже этот пример Потому что опять же на каждом курсе его говорят Это очень эффективный пример Наглядный такой 80 человек не поместится в одну комнату Вы представьте как это много людей Вы просто если в окно посмотрите И там будет 80 человек стоять У вас целое поле забито будет Вот не знаю целая площадка перед домом Вашим забитыми людьми будет Это очень много людей И я вот всегда так смотрю с позитивом То есть я не смотрю такая типа Блин 250 просмотров А было видео где там 10 тысяч просмотров Типа почему так Я такая типа Блин 250 Да это столько человек Столько людям Мне интересно Так классно на самом деле Получается за месяц За полтора месяца можно сказать Я уже набрала почти 500 подписчиков Просто вот с нуля на ютубе Это очень ценно При том что как вы понимаете Мой посыл просто снимать свою жизнь Рассказывать о себе Делиться своими мыслями Тут и монетизация отключена И кто-то вообще там перестал ютуб смотреть Вообще социальных сетей отошел После всех ситуаций Происходящих в мире В общем я просто вам говорю Что я это максимально для души делаю И от души Вот так это назовем Уже кофе остываю у нас Ценю моменты когда я влог снимаю Потому что в обычный день я не сижу вот так с наслаждением Не пью кофе Потому что у меня всегда телефон в руках Либо ноутбук открыт Включен уже И я если кофе пью То я за каким-то делом всегда А сейчас из-за того что я снимаю все на свой телефон Естественно у меня его нет в руках И я такая Так блин надо значит наслаждаться кофе Я пью кофе просто там думаю о чем-нибудь Ну то есть я очень ценю такие моменты Поэтому из-за того что влог снимается Камера нужна мне в телефоне Поэтому приходится думать о жизни Проводить самоанализ Много вопросов себе в голове задаю Потому что опять же самоанализ это всегда ключ к успеху Всегда просто себя сами спрашиваете А чего я сейчас хочу? А почему у меня это так? А почему я об этом подумала? А почему? А зачем? А что? А как? А для чего? И когда вы миллион вопросов себе зададите И дадите на них полный аргументированный внятный ответ Тогда у вас и будет произведен самоанализ И просто это нужно проводить не один раз в жизни А в течение всей жизни вот так задаваться вопросами Понимать куда вам двигаться Чем вам заниматься Самоанализ это как одна сотая часть распаковки личности Просто по глубоким вопросам узнавать себя Понимать чего вы хотите Кстати у меня недавно был блог про мои любимые места в Москве Я там жгла эту свечку и показывала И весь слой который засох Который жидкий был Он снова превратился в воск Сейчас получается высох И снова его можно использовать Поэтому она так медленно тратится Очень классные свечи Они опять же у нас уже больше двух лет Все вот эти большие которые Реально может даже больше трех лет И посмотрите сколько там их еще В каждой очень много Еще надолго хватит Они просто пахнут так ароматно Что их просто невозможно надолго включать Вот если я видео снимаю Это наверное самое долгое Когда включены вообще Зажжены эти свечи Включены Потому что в обычный день Ты просто даже когда их не зажигаешь Ты крышку снимаешь И аромат на весь дом стоит И потом просто зажечь на одну минутку И опять же вся квартира уже пахнет И прям надолго сохраняется этот аромат Не знаю очень классные свечи Там супер-пупер состав безвредный Поэтому именно мы их там покупали Потому что во-первых ароматные Во-вторых они реально стоят своих денег Они не дешевые понятное дело Но они полностью окупают вот эту стоимость Но возможно они поэтому и закрылись в России Вот до всех санкций Потому что невыгодно им возможно здесь было Потому что все кто хотел свечи купить Они шли либо в Икею Покупали вот эти там супер дешевые свечи Которые на самом деле и вредные И аромата никакого, когда их зажигаешь Либо все-таки кто-то шел там в H&M home Или в Zara home Я сказал что Ну то что ты у меня есть Это важно Ну а ты думаешь если у мужчины нет Хорошие девушки рядом Он не поднимется? Почему он поднимется? Ну типа разного типа люди есть Кому-то девушка мешает Кому-то наоборот помогает То есть я из всех людей Кому вторая половинка помогает Не физически, не морально А вот просто Ну типа просто поддержка В принципе всем людям нужна поддержка Но есть те люди которым она важна Те кому менее важна Те кому менее важна Они могут и сами в принципе подняться Для меня важна поддержка И поэтому я на своем пути Не сгибаем можно сказать Потому что ты мне поддержишь Если ты не поддерживал меня в этом И говорил там Ну о чем-то этом начал Иди работай То я бы наверное забросил это И пошел бы работать на дядьку А как я тебя поддерживала? Ну во-первых ты мне показала Что другую сторону медали Ты показала То есть ты показала Что можно не работая где-то Ну физически присутствуя А присутствуя дома Зарабатывать деньги Когда я блог начала вести На тему отношения Он же был Ну и на себе просто Меня конечно поддерживал Просто потому что видел что мне нравится Я как сейчас помню этот день Ты села и сказала типа Ну все я готова Я хочу вести блог Это было вот как раз на карантине Все давай снимать Начнем Ты начала снимать Я просто помню что На себе просто меня поддерживал Из-за того что мне это нравилось Но он не верил в то что можно Неправда Неправда Я не только из-за этого поддерживал Я ее поддерживал за то что мне нравилось снимать тикток и видео А ему танцевать тикток и нравилось Ну мне нравилось снимать с ней видео Мы все-таки творческие люди И поэтому я ценю красивую картинку А ты знаешь что я не верю в присутствие человека Как говорить по местоимению Ну то что ты она сказала Это оскорбительно типа считается Да Извинение Так нельзя Ну меня не оскорбляет Просто говорю в обществе Как у тебя делать Я говорю потому что Я когда блог завела Ты поддерживал Потому что просто мне это нравилось Ну тебе тоже там небом Былось нюансы и все такое Но ты не верил что с этого можно зарабатывать Ты не верил что вот все эти блогеры Которые выкладывают на свои заработки Ты не верил что это правда да? Сейчас я там по-моему что-то подгорает Это срок Вы вспомнили про плов Просто я прям помню Я просто с детства знала что можно зарабатывать А ну я же вела свой ютуб канал с 12 до 17 лет Другой ютуб канал он уже закрыт Вообще там его никак не найти Я оттуда получала деньги Хоть это были и копейки там рублей сто в месяц При том что я прям парилась Прям много видео снимала Прям вообще целыми днями монтировала Все узнавала там про монтаж про ютуб Я получала 100 рублей в месяц И ну все равно я видела что я могу заработать И поэтому я понимаю что люди у которых там больше просмотров У кого есть уже рекламодатели Они реально делают вот эти там миллионы Про которые они говорят И то что это реально То есть я это всегда видела Просто по человеку сразу видно Обманывает он о своем заработке Или реально он просто если там что-то говорит Или он своей жизнью показывает Что он тебе может что-то позволить Это что за блог? Что это? Смотрите какой плюс у меня получился Мммм просто очень интересный Правда куски лука большие они не любят лук Ну ладно я все съел Я просто к тому что помнишь Ты не верил что можно зарабатывать с инстаграма Особенно на большие деньги там миллионы Ну конечно я же Ну конечно я же Ну Представь что нас сейчас смотрят Вот те кто тоже как ты вообще не верит Что даже там 10 рублей можно заработать с запрещенной социальной сети Или с YouTube Да нет но вот это вот слово не верить не очень подходит к данному данному случаю Потому что я же не видел как блогеры живут и что делать Я не могу верить на слово И когда ты сталкиваешься с этим лично и вероятно вот в жизни видишь человека Не просто вот он тебе деньги показывает Ты же не знаешь откуда он деньги взял А я точно знаю как ты зарабатываешь Ну как ты к этому шла Я знаю как это тяжело вести блог Я раньше думал они просто снимают и выкладывают И получают за это деньги типа халявщики Да 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 На самом деле там не знаю с 15 дубля только получается нормально снять И это как минимум занимает ну 15 секундный ролик минимум занимает полчаса Потому что с дубля 15 ты просто снимаешь потом еще монтируешь час Ну сколько не час но минут 20 точно Не ну сейчас у меня это полегче все идет Но я все равно ну согласна с тобой Но при этом нужно разграничивать Вот есть те кто старается Как я реально там долго к этому шли Чтобы там начать зарабатывать А есть ну тиктокеры Не все же там прописывают там тикток стратегию продвижения своего Кто-то просто снял видео залетел и все У него миллион в кармане Я так не думаю Я думаю за ними менеджеры стоят Они вероятно сами какие то будут Типа делают колбасы Ну да Кто там уже наверно больше трехсот тысяч зарабатывает Там уже в любом случае команда есть Конечно конечно Как минимум Какой нибудь Финансовый юрист Или консультант Как минимум Потому что ну вот эти вот все Налоги не налоги Типа что ты неправильно оформишь Все У меня тоже такой должен быть закон Ты либо нарушил закон Либо Ну Попал на деньги Ну еще важно Вот многие там Прославились Грубо говоря Или там просто подписчиков набрали Начали зарабатывать Но у кого-то это прям в долгосром будет И они там в ближайшие лет десять так смогут зарабатывать И даже больше с каждым годом А кто-то вот типа просто взлетел И потом о нем все забыли Типа как этот Это Ну-ка перечисли кого ты знаешь Губастый такой Губастый? Да Мужчина? Вот там вот это вот там надо разговаривать Ну на слайде Он Ну фаб канал у него Рома Желудь? Да Рома Желудь Ну да Про него сейчас все забыли Да конечно Потому что ну У меня с ним фотки есть Прям с разных дней С разных встреч Я такой фанаткой Рома Желудьа была Спасибо что попил со мной Поприготовил плов Все я полетел Еще и блог поснимали Да я там снял Как я готовлю Это главный момент Конечно А вот и плов Сейчас будем кушать Уверены что очень вкусно Потому что Носиб супер вкусный плов всегда готовит Поэтому я это всегда прошу именно его сделать Мы пришли с Носибом в торговый центр Сейчас будем Забирать и мерить Рубашечку ему Вот А потом пойдем Закраска Еще быстренько зайдем Если силы хватит У нас Макдомник тут закрыт Интересно правда Ходить по пустому торговому центру И магазины закрыты И едальни закрыты Вот Правда тут музыка Так что я уже буду выключаться Ты такой смешной Потому что лоб у меня У нас красный Потому что ты вгорел Да Вот так хорошие кадры я выбрала Пришли мы взять рубашку Носиб как раз мерить Сейчас стоит Все все хватит Тут все влоги не показывала Скрывала А тут все карты раскрылись Ну что Как тебе размер Мыши Раскрыл Как размер тебе О Слушай вот это хорошо на тебя смотрится Если ты не будешь поправляться То это хорошо смотрится Да Смотри какие мышцы Набряги руку Я порвилась она Ну ладно Можно оплатить ее Мы вначале оплатили Заказали онлайн Потом пришли мерить Нормально сидишь? Ну А Выпрями пузырь Ну вот Раславлю Маленькая? Ну нормально Теперь встань И руки подними Она сейчас порнется Где? В спине? Маленькая Ты сам хочешь Ну сидеть нормально? Визуально Да Ну все Ну-ка руки в боки сделай Как это называется? И сядь теперь Ну тебе сидеть нормально Представляешь что ты кушать будешь? Да Вообще отлично Не втягиваешь Я же все вижу Вообще от нее Я не втягиваю Ну да Я так тоже раньше говорила Не втягиваю Не втягиваю Не втягиваю Не втягиваю Точно? Размер нормальный? Ммм А майка под нее влезет? А почему ты ее? А почему ты ее? А почему ты ее? Потому что М-ка на сайте была Нарисован модель Был мужчина Написано Рост модели Метра восемьдесят девять Размер М И я представляла Как у тебя рукава будет висеть Не всегда с вытянутыми руками? Не Нормально Рука сидит не втягиваю Хочешь спросим Если я в магазине Просто там на сайте было написано только предзаказ Поэтому я сказал Нет Это за нитка какая-то Как-то прошить странную сними В общем посмотри Знаете как на Сип всегда делает? Он всегда проверяет одежду перед покупкой Я раньше такого не делала до него Серьезно? Я всегда проверял ее Я же покупаю эту вещь Если что-то порву Потом не вернешь как-то Скажет и порву Ну да Я просто Бегла просто быстро смотрю Что вещь хорошая Я беру А на Сип Каждый шовчик смотрит Каждую ниточку Нормально? Да Просто я частенько Попадал с этим А у меня просто не было ни разу такого Наверное вот один раз только если наткнешься на такое Начнешь сразу обращать внимание Ну как тебе? Отличная Гладить нормально елочишь? Да Материал хороший Точно? Но она полностью хлопкалась Другой же Когда из спортзала пришел Больно, знаешь как? Да Ну что берем? Конечно Ну что мы наконец пришли Брать краску Чтоб осуществилась моя мечта Чтоб мы перекрасили дверь наконец-то Мы сейчас подумали что нужна и краска И шкурка И валик И кисточка Еще значит какая-то штука нужна куда эту краску выливать Чтоб паликом там мазаться Куда идти? Тут один путь потому что Показывай 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 Сувлаки там Купили шкурку Траску И стали брать кисточку и валик Думаю либо дома у нас есть Либо мы их родителей просто возьмем Все равно кости скоро пойдем Да? У нас прошлого ремонта очень много Осталось и кисточки и валик Да У нас по шкафам все раскинули Пришли получаем еще на закупку продуктов Зашли за молоком Он как только египетский есть Белый какой-то не очень Ну типа он Все резные сразу Выбираем теперь грибочки Резаные давай У них 100 грамм разницы Что это значит? Ну Что это значит? Что это значит? Спасибо вам по магазинам ходить Это О кстати смотри госпачо есть Это холодный испанский суп Овощный Прифольный Прям как сок Давай идем Да А перчики ты хотел Давай Пошло 10 минут Мы уже еле едем Если бы Но поместилось больше То Да он такой Давай сюда зайдем Давай заморозку еще возьмем Тут еще готовая еда есть Просто уже не улетает Готовую еду будешь? Нет В итоге я думала Весь влог будет именно про эту краску Оказывается Что про закупку продуктов И То что мне кажется У меня большая часть влога Просто из дома Как раз где я болтала Суп творила Вот это все То что мы с Стасимом сидели Болтали пока кофе пили Ну и ладно Самое главное Вот закупились Сейчас идем с тремя пакетами Носим еще после спортзала Вообще Я восхищаюсь Как он там несет все это Сейчас будем ужинать Уже буду монтировать этот влог Опять же извиняюсь что я в очках Вот И всем пока пока До завтра